Дорогие братья и сестры! Господь ободряет нас и говорит, чтобы мы укреплялись в Нем, чтобы мы не боялись, чтобы мы не смущались. И так вот и Писание говорит. Вот послушайте, 14.1 Евангелие Теана. «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в Меня веруйте!» Вот это всякое смущение, сомнение, мы здесь на этом месте, друзья, пришли для того, чтобы укрепиться от нашего Господа. Для того, чтобы вникать в то, что Он там в Писании своем говорит. Это Его откровение, в котором Он укрепляет нас и дает надежду. Друзья, многие из здесь находящихся, вы прекрасно знаете, когда я говорю, там, Советский Союз, сразу вступают, как бы, в воспоминания, там, гонений, трудных времен, да? Так вот это слово, когда там было описано, не смущайтесь, укрепляйтесь, приближайтесь ко Мне. То же самое это слово звучит сегодня к нам. Может быть, другие обстоятельства, друзья, но смысл тот же самый. Приходить к Господу, приближаться к Нему, искать Его лица. Вы знаете, у нас сегодня первый день воскресной школы. Мы хотели бы, чтобы, знаете, Господь благословил наших детей и наших учителей. И хотелось бы в самом начале, там уже вот самый первый урок в этом году учебном начинается, хотелось бы просто вместе с просьбой о благословении этого служения прийти к Господу и попросить, чтобы Он благословил наших учителей и наших детей в воскресной школе. И чтобы слово, которое будет говориться, оно входило в их сердца и проводило там работу, и укрепляло их. И они с юных лет, они служили Господом. Давайте встанем, попросим благословения на это служение. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твои обетования и обещания, Господь. И Ты обращаешься к нам и говоришь, чтобы наше сердце не смущалось, не волновалось, не переживало, Господь. Но мы всю свою веру полагали на Тебя, Господь, укреплялись от Тебя, приближались к Тебе. И сегодня прекрасная возможность для этого, Господь. Сегодня пятница, молитвенное служение, Господь. Как приятно быть в Доме молитвы. Как приятно, Господи, знать, что Ты Духом Товим Святым здесь, на этом месте. И Ты будешь говорить к нашим сердцам, Ты будешь укреплять. Благослови, Господь. Благослови, когда мы будем петь, Бог мой, воспевать Тебе хвалу, псалмы петь. Бог мой, благослови наши сердца. Благослови, Господь, уста братьев. Я прошу Тебя во имя Иисуса. И говори через них Слово Свое. Бог мой, укрепляй нас. Я также прошу, Господь, благослови наших детей, которые сейчас спустились вниз. Началась воскресная школа, сегодня первый урок. Благослови каждого ребенка, мальчиков и девочек, Господь. Чтобы Слово, которое будет звучать им, будет произноситься и обращаться к ним. Господь, я прошу Тебя, пусть оно входит в их сердца. Бог мой, пусть это Слово производит работу. Мы также приносим на руках молитвы каждого учителя. Господь, благослови. Благослови каждого, кто будет участвовать в подготовке урока воскресной школы. Благослови, Отец, я прошу Тебя во имя Иисуса, укрепи, Господь. Духом Твоим святым помашь, и пусть Твоя присутствие будет в каждом классе. Мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Благодарим Тебя за силу крови Иисуса. И мы призываем силу крови на нас, на это место, на нашу церковь. Господь, окропи нас кровью своей, и пусть Твоя рука и защита будет над всеми нами, и пусть Твоя с Твоей имя прославится. Ты достоин славы. Отец и Дух Святой. Аминь. Благое славить Господа, и петь имени Твоего Всевышнего. Возвещать утром милость Твою, и истину Твою везде. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, мою хвалу. Дела Твои, великий мой отец, ты мой Творец, ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, мою хвалу. Дела Твои, великий мой отец, ты мой Творец. Господи, Ты защита моя, ты мой Бог, и твердыня в жизни. Над землей небеса высоко, слава Твоя во век веков. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, мою хвалу. Дела Твои, великий мой отец, ты мой Творец, ты мой Творец. Возвожу мои очи, великий мой отец, ты мой Творец. Возвожу мои очи, великий мой отец, возношу мои руки к небу. Я познал, что Господь велик и на земле превыше всех. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, мою хвалу. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, мою хвалу. Дела Твои, великий мой отец, ты мой Творец. В тихий вечер склоняю, я колени в тиши. Ты приди, мою душу, тихо свет свой пролей. Я Твой голос услышу, Твое слово не лей. Все заботы земные отошли далеко. И в минуты ночные мне бывает легко. Знаю я, Ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Светом правды всегда ты нашу жизнь за зари. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца. По дороге к очизне, с нами будь до конца. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца. По дороге к очизне, с нами будь до конца. Вы знаете, что у нас приближается служение хлебопреломления в это воскресенье. Это моя тема, о чем я буду проповедовать. Я только недавно был крещен с группой, буквально две недели назад. И вы знаете, это благословение. Я верю, что Бог меня готовил к этому. И Он меня привел и подвел к этому, к моему следующему шагу вхождения со Христом. И я хочу, чтобы вы все открыли вместе со мной Иоанна, Евангелие, 6 глава, 53 стих. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Вы знаете, что это все значит? Многие церкви или люди, которых я знаю, они участвуют в хлебопреломлении. Как бы по традиции, по обычаю. Но это служение, оно не спасает нас. Оно не делает того, что мы идем на небо от этого. Вы знаете, перед тем, как мы будем участвовать в этом служении в воскресенье, что мы должны сделать? Мы молимся и просим Господа, покажи нам наши сердца. So that we can check ourselves. И так мы просто проверяем себя. And, you know, ask ourselves, should we take communion? И мы проверяем себя и спрашиваем себя, стоит ли нам участвовать в этом служении? Мы в правильных отношениях с Богом. Мы в правильных отношениях с другими людьми. И, you know, you guys don't have to open up to this, but 1 Corinthians 11.28 says... 1 Corinthians 11.28 It says, But let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink of the cup. You know, as we took baptism, We were in a class. And every week we would meet up. And we would have lessons. And, you know, it all revolved around, what is baptism? И мы исследовали этот вопрос, что это значит заключить завет с Богом? You know, it's a promise of a good conscience towards God. Это обещание служить Богу доброй совестью. And before we take baptism, И перед тем, как мы вступили в завет с Богом, We do confessions. Мы сделали заявления. Исповедания. Спасибо. И. Мы, мы сделали исповедание того.. Sorry. we go into confessions. So, we go into baptism and take confessions. Мы исповедывали то, что.. Поп karşıте. We take confessions before baptism. мы исповедовались перед крещением so that we could take communion pure и так мы можем участвовать в этом служении чистыми, с чистой совестью and you know I'm just going to read a little part from the scripture я хочу прочитать еще маленькую часть из Писания if we have fellowship with Him если мы имеем отношение с Ним and walk in darkness we lie and do not practice the truth we have to practice the truth communion is a remembrance of the death and resurrection of Jesus Christ and you know we got to practice what it says in the Bible and it says we cannot walk in darkness and practice the truth also like we can't say we're Christians and walk in darkness because that is being a hypocrite and that's an abomination of the Lord and it says против Господа против Божьих правил you know we learned that communion is a remembrance and a celebration and as a remembrance we should go into it being right with God and you know another verse sorry I have a lot of verses 1 Corinthians 11 26 for as often as you eat this bread and drink this cup you proclaim the Lord's death till He comes you know it's a remembrance of what Christ did for us on the cross and a celebration of what we receive as a result of His sacrifice you know so when we eat this bread and drink this cup let us remember and rejoice of what Christ has done for us amen Lord Father God I thank You for this time that You gave us Father God to come to You and praise oh Father God and I thank You for Your sacrifice that You have set on the cross for us oh Father God and I ask that God before we take communion Father God that we may check our hearts and check ourselves oh Father God so that You may show us our hearts oh Father God and as we walk with You we may be pure and ready to take this communion Father God as a remembrance of what You have done for us oh Father God and help us to rejoice in this Father God and I ask that God as we go on throughout our weekend God that we remember to stay focused on You and to seek Your face oh Father God and to not look left or right at this world Father God but to seek You God and set our gaze upon You Father God I give You the glory and praise Father God I thank You for this time Lord Father and I ask that God You may guide this service and lead us in this time Father God in the name of Jesus we pray Amen in this time Жизнь посвящаю тебе и отдаюсь я в подъек ты управляй ее сам И направляй к небесам Жизнь эта не моя Так будет пусть твоя Ее ты сам не дал Чтоб я тебя прославлял Жизнь эта не моя Так будет пусть твоя Ее ты сам не дал Чтоб я тебя прославлял Береди Аванцарин Хочет меня погубить Чтоб ему я служил И по грехам нам ужил Но я тебя молю Силу почти свою И мне защиту дай В битве с грехом укрепляй В битве с грехом укрепляй Честно желаю я жить Ближних хочу всех любить Свои обиды прощать И о тебе возвещать О мой Господь и Бог Если б я в жизни смог Твою любовь познать И всем о ней рассказать Скоро ты славе придешь И в свою церковь возьмешь Так приготови меня Чтобы достоин был я Вечно с тобой прибыть Слову людей забыть И в небе увидать То, что ты хочешь нам дать Вечно с тобой прибыть Слову людей забыть И в небе увидать То, что ты хочешь нам дать Всего часу помог нам Господь Аминь Вы сегодня довольны, что вы сюда пришли? Аминь Слава Богу И так все дружно сказали Молодцы Молодцы, значит правду кажете Вы знаете Брат Сережа Сегодня сказал Такое слово Чтобы мы не смущались своим сердцем Вы знаете Действительно Время, которое мы живем Оно нас подталкивает На такие разные смущения Правда? Такие непонятные вещи Непонятное все Так все быстро меняется Но Господь Нашу жизнь держит в своих руках Вы согласны? Вы знаете Мне пришлось недавно Говорить с моим соседом И он мне рассказал Такую историю Говорит У них была Ну, маленькая собачка И для этой маленькой собачки У них было Ну, в дверях такое Дагдор называют Ну, такая вот Чтобы собака туда заходила И выходила Знаете, такие маленькие Вырезайторы Ну, потом они, кажется Приобрели большую собаку И эта уже собака Тоже с трудом проходила Чем она уже Ну, в общем С трудом проходила И говорит Мы вырезали уже большую Такую дверь Чтобы туда собака проходила Заходила И говорит Один день мы, говорит Женой поехали В Костка Говорит Отоварились Ну, и, говорит Пришли на кухню Говорит Захожу на кухню Так Ну, говорит Я пока эти вещи Все разлаживал Думаю Что-то Все раскидано Все раскидано Говорит У меня на кухне И уже так Начало как бы Ну, так Смеркать немножко И говорит Все на кухне Раскидано Говорит Там, там, там Говорит Ну, не пойму Говорит Что такое Ну, говорит И сразу мне, говорит Мысль такая пришла Наверное, я, говорит Не раз ко мне Когда, ну Через эту дверь Приходил енот Ракун приходил Вот это вот И, говорит Там В кладовке Там у меня лазил Ну, говорит Наверное, ракун Уже осмелился уже не только в кладовку, а уже на кухню ходит. Ну, и я, говорит, такой смелости набрался, и это вот, и уже начинаю, ну, по этой кухне, там вот это айланды вокруг, ну, айланды, знаете, как на кухне есть. И вокруг этих кабинетов еще этого ракуна, чтобы ему даты. Короче, и, говорит, и такой, знаете, уже такой туда-туда, и смотрю, что оно такое у меня, говорит, оно такого, как бы, это, cinnamon color, такой браун. Я посмотрю, это медвежонок. Медвежонок залез. Ну, и я уже, а он, говорит, такой медвежонок маленький, говорит, он меня увидел, и давай вбегать. А я за тем медвежонком, говорит, бегу по всей хате. И вот этот медвежонок тоже пробежал, и в эту дверь шмых, и я за ним тоже туда, чтобы гоню. И, говорит, я выбежал, я, говорит, не заметил. Говорит, смотрю, уже большой такой громадный cinnamon стоит мне и смотрит. Говорит, я не понял, а то мамка еще с двумя медвежонками. И, говорит, а она меня не побанула, она не успела, она тоже испугалась. И, говорит, как побежала. А он сам такой, ну, неверующий сосед, говорит, Юра, ты, говорит, ты знаешь, говорит, я тогда, говорит, испугался за свою жизнь. Говорит, что же я роблю? Что же я делаю? А мамка, говорит, с тремя ими бежит на всю катушку под горку, говорит, побежала. И, говорит, и я, говорит, подумал, мне, говорит, стало страшно. Говорит, а если бы она развернулась? Она, знаете, ну, сама Библия даже, говорит, что может быть, это вот, медведица. И, говорит, мне очень стало страшно. Говорит, она мне могла, у меня ничего нету, ничего, могла бы меня там съесть, и где бы я был бы. Вы знаете, братья и сестры, это действительно, если Господь заберет охрану с нашей жизни, знаете, заберет, мы даже можем не ожидать. Вот все как будто нормально, и в магазин можем пойти, и отовариться там, и все, как бы все хорошо, знаете, привычно так. А потом раз, и все, и ты не знаешь. Да поможет нам Господь, чтобы мы всегда ложили наше упование на Господа, где бы мы ни ходили, где бы мы ни были, садимся мы за руль, приходим, уходим. Всегда просили защиты охраны Господней. И благодарили за ту охрану, что это не просто так, что нам как бы так, но это за нас заботится Господь. Аминь, братья и сестры. Добрый. Дай нам Господь, чтобы мы так вот с далекатыми, этих медведей видели, так или еще, что так в безопасности. Добрый, так красиво, гарно. А чтобы они так на нас не нападали. Итак, у кого есть Библии, давайте мы откроем место Священного Писания. Я уже эту тему было говорил на служении в субботу, и я хочу ее тоже еще раз поделиться вместе с вами. Я прочитаю одно место Священного Писания. Это книга пророка Исаии, 50-я глава, 10-й стих. Там такое очень интересное место такое. Мы всегда прочитываем, так проходим. Я ее не раз считал, вот это вот, ну, никогда не обращал на это внимание. Но мне пришлось беседовать с одним братом, моим другом. Мы как-то так разговаривали за это время последнее, как это все случается. И мы беседовали так. И вот это вот место Священного Писания прошло, и мы имели, знаете, такую дискуссию с ним хорошую. Окей, у кого есть, пожалуйста, книга пророка Исаии, 50-я глава, 10-й стих. Говорится так. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа, и да утверждается в Боге Своем?» Брат Филипп передо мной немножко сказал об этом мраке. Но он говорил о мраке о том, люди, которые ходят во мраке в этом грехе. Но здесь говорится о немножко другом. Здесь говорится о времени, который иногда человек, когда мы, как люди, можем пребывать. Это было для Израиля, это было сказано. И у них тоже были тяжелые, вот эти мрачные, тяжелые времена. Вот смотрите, он обращается для верующих людей. Это не говорится для анкрищин. Смотрите, кто ходит во мраке? Вы знаете, мы можем вроде бы как бы свет, солнце, да, вот солнце светит, все нормально, все хорошо. Но в то же самое время у нас может быть находить эта духовная тьма. Вы согласны, братья и сестры, или нет? Вот это как бы все так вот хорошо, но не знаешь, как поступить, не знаешь, как сказать, не знаешь, как посмотреть и даже как сделать. И здесь вопрос, говорит, кто? И что делать? Как сделать? Он говорит, да упывает на имя мое. Братья и сестры, мы действительно сейчас живем такое время сложное, правда? Если бы кто-то сказал бы, нам же не раз говорили, брат Сергей говорил, пошел, и как бы непонятно, мрак. Такой, знаете, свет анимат, что мрак? Вот знаете, вот как сейчас, посмотрите, аутсайд. Это мрачно, оно вроде бы и свет так как бы светит, но уже его толком нету. Вроде бы смотришь, вот оно как бы и есть, да, но на самом деле ты не можешь определиться с этим, правда? Так тяжковато, тяжело. Я напоминал, мы один раз были здесь в Колорадо Спринс, я еще был холостяком, и мы с другом, меня мой друг пригласил, и говорит, Юра, поехали, здесь у нас есть интересные пещеры, и мы туда поехали, и мы там, у нас проводник, мы заплатили, мы там ходили с этой группой людей по этим пещерам, так красиво, туда они назовели, туда, ну и так хорошо себя приятно чувствуешь, не жарко, не холодно, так прохладно, все, и мы так остановились на одном месте, и проводник подошел и выключил свет. Знаете, я сегодня как помню это чувство, я вот так рукой около себя провел, и я ничего не бачил. И проводник сказал, говорит, здесь такая тьма, серьезная, что, говорит, если вы здесь побудете трое суток, вы, говорит, ослепнете все. Уже вам никто не поможет, и ниякие очки. Вы знаете, и это действительно, люди всего мира, и даже много, даже посмотрите людей, иногда ходят, вот все нормально, но начинаешь с ними беседовать, у них тоже далекие понятия, дужно далекие, дужно далеко они, дужно далеко они отошли, дужно далеко, и говоришь, слушай, ну как же так вот в Библии? Да нет, но это как-то давно, раньше было, вот сейчас, сейчас уже время поменялось, сейчас уже не то, и они уже, смотришь, они уже ослепли, они уже не те. Почему? Потому что они осуетились, суетились, они отошли от того, далеко, вот это удержаться Господа, упование, вот это вот то, что удержаться Господа, они вот должно вот это отшли, и их умы, вот это все их полностью отошло. Вы помните, был случай с Давидом, когда мы читаем, когда они хотели идти войной, против своих братьев, и филистимляне их откинули, говорят, слушайте, не пойдут они с нами, и они написано, вернулись обратно в свой город, в секилах, и что случилось, помните, приходят, ничего не мое, женки не мое, все спалили, детей не мое, грошей не мое, золото тоже не мое, то, что у тебя там, там у них же, ну деньги, там вот золото, там у них вот это вот, как их козы, все, все забрали, вы можете себе представить, вот придете вы домой, не дай Господь, я вам этого не желаю никому, ну вот прийти, и ничего не мое, вот что робить, там написано, мужи, там люди, которые такие храбрые, там были с Давидом, храбрые люди, там же непростые такие, знаете, ой, там что сказали, он же впал, там серьезные хлопцы, там серьезные такие были, и написано, у них уже, знаете, там, я уже своим языком, уже у них начало трошки ехать, они написано, хотели побить, что Давида камнями, правда, уже они начали в таком смущении, такая тьма на них нашла, что они уже не знали, что делать, а что Давид сделал, братья и сестры, написано Давид укрепился упованием на Господа, вот что когда ты идешь когда что, ты держишься того когда тебе трудно когда тебе тяжело, ты держишься того ты не идешь там вот ты держишься Господа, Господи ты так сказал что есть, то есть, я так буду дальше двигаться все и написано, какая у него была победа и вернул женку, и детей каждый вернул, и своих этих, ну там, коров, вот это все лайфстак, этот весь, который у них был еще и больше там у других позабирали еще у них почему? мы уделали упование на Господа вы знаете, для нас это очень важно тоже, братья и сестры, держаться в такие времена, потому что сейчас, говорят такое сложное время, я не раз говорил, говорят сейчас много людей верующих отойдет что, в церковь можно идти и найти правда, правда, что в церкви не было? кашля, так, так ну да, и может и по-настоящему, может и нет многие люди, даже в ней, говорят спросил у одного брата, говорят ты что на собрании ну мы болимся, чтобы болеть, там все боятся ну да, это правда, ну то да ну а на викейшн, non-stop non-stop во время коронавируса говорит, how is the possible? как это возможно? в этом время многих людей отсеет многих не дай нам Господь, что мы были в той стороне которые, вот это действительно заблудились вы знаете, многие из вас ездили на горячие источники, правда? по семидесятке, правда? и вот когда вы едете по семидесятке и не доезжая вот этого Гленвуд Спрингс Гленвуд Кеннин, который вот это несколько недель горело, помните? и вы когда все замечали, когда вы едели там много пещер знаете, там дуже богато пещер я там тоже в пещерах ходил и я прочитал одну статью в Ракки Молтоньюс еще как газета вот эта выпускалась я прочитал статью там одна пара, уже такие непожилые уже у них предпенсионный возраст такой но они сильно любили лазить по горам, по пещерам, везде и они вот поехали туда запарковали машину, похайкали и нашли пещеру и начали там ходить по той пещере там очень много пещер очень много мне там рассказывали, там люди, которые живут там дуже богато их и он говорит и вот они описывают они вот ходили, все было хорошо говорит, мы идем так красиво там где лазили, где шли пешком и все было хорошо, когда у нас был фонарик но он говорит, мы так сильно увлеклись этой целью, что забыли, что там батарейка седая и когда начала седать батарейка когда начало приходить это вот они поняли, что они начали возвращаться, но они заблудились потемнело, батарейка села, все село и они впали в такую, как бы, знаете, все тьма, темно не то, что там, как на улице а вообще ничего не видно я им сказал, вот так, ничего, все телефоны не роблять там дуже це говорит, не знаем, что делать сидят сутки ну все, силы же ну куда ж ты бедешь силы сидят там уже какие-то гранола барс были то вроде бы они их съели и все, куда, что хочешь делать благо им было то, что они оставили записку что, говорит, мы идем так и так сестра начала звонить и не может, она приехала до хаты открыла и поставили записку, что мы едем туда и мы будем там гайкать и все, тогда подняли всех на ноги это резки вмещены и все и их там двое с половиной суток они там просидели в той пещере их спасли и этот человек пишет, говорит все было хорошо до той поры пока не села батарейка пока не пришла тьма говорит, я перестал думать я не могу правильно соображать я не могу правильно действовать и я не знаю, куда идти братья и сестры Библия нам говорит если надо, может быть, в нашей жизни тоже такие, знаете, ситуации разные не знаем, что будет завтра да поможет Господь, чтобы было лучше чтобы было хорошо чтобы нам всегда держаться Господа смотрите, я прочитаю кто ходит во мраке без света да уповает на имя Господне тяжело иногда иногда, да вот в собрание, Господи, иду читаю Слово Господне с детьми занимаюсь внизу там еду на миссию или еще что-то но иногда такое окружает и не знаешь, где оно берется Господи, ну где как вы знаете, у нас говорит, за какие грехи что такое, говорит, наказание меня и начинают себя проверять типа, вот я сгрешил а то Бог меня и послал вот всю тьму, понимаете а иногда такие приходят Бог проверяет нас или такие, знаете, стеснения это в этот момент держаться Господа дуже важно вы знаете, я хочу закончить на такой хорошей ноте я вспоминаю одного брата он рассказывал, это пастырь и говорит, пригласили в Белоруссию и там, говорит, пастырь церкви говорит, поехали посетим одну сестру она, говорит, очень необыкновенная сестра ну, говорит, поехали и они когда ехали он рассказывал за эту сестру говорит, этой сестре уже почти что под сто лет она, говорит, две недели назад ездила на молодежное служение вот везде ездит на молодежной конференции и проповедует говорит там молодежи наставляет и все и такая, знаете очень энергичная девяносто с чем-то лет представьте себе а у нее память правильная проповедует говорит и все и они, говорит, когда приехали а у нее такая дом такой, как в сказке вот, знаете, вот рисует вот только грибок то такой домик такой вот крыша даже не поднимается выше цего так как землянка треба вниз заходить и говорит, пастор мы уже ей говорили с церковью не раз хотели построить ей дом каже, давайте слушай, сестра мы вам построим церковь и то-то-сё чтобы у вас был гарный дом чтобы у вас ну, то что ж как-то в землянку заходим и то-то-сё а вона говорит не, я не хочу а чё ты не хочешь он каже Христос прийде и вы меня туда переселите и вы меня будете шукать где я или ещё где он меня каже найде а так он тут знает что я в этой хате всё и она рассказала им когда говорит мы её посетили она им рассказала как она покаялась говорит когда я была молодая я слышала там евангелисты ездили по Белоруссии и всё и у него было как бы такое желание покаяться но она всё время как-то отлаживала это, знаете отлаживала ну, завтра послезавтра и говорит когда началась Первая мировая война вот это 41-й год вы знаете вот это немцы вошли туда в Советский Союз через Белоруссию и они отступали через Белоруссию тоже и когда они отступали они очень сильно там, ну жгли деревни это всё особенно когда партизаны там немцы убьют они тогда всех сводят и спаливают и так случилось что в ихнем селении убили партизана и собрали ихнее всё село говорит я тоже попала она была молодая такая девушка говорит попала я вот это собрали нас завели посередину села там здоровенный такой был амбар там где-то эти коровы или ещё что говорит собрали на всех закрыли и уже люди поняли что будет кричат все голосуют крик ну ужасный и один говорит там они такой как бы ну такой человек мужик он говорит про среди досок говорит расковырял дырку и смотрит что делает говорит смотрю уже говорит канистры понесли с бензином чтобы уже обливать и говорит всё говорит нас будет обливать и уже всё и ещё хуже крик она говорит я как начала кричать говорит я всех перекричала кричать начала говорит господи я говорит хотела покаяться говорит ну у меня не было как-то вот я хотела ты видел моё сердце я хотела но как-то времени мне не было дай мне покаяться ну сейчас я не могу такая ситуация то говорит эти все люди которые там кричали уже начали на меня дивиться Она говорит, такой подняла, говорит, господи, я хочу покаяться, ну не можешь, ну куда ж заработать, гореть, ну куда, говорит, дай мне, и говорит, как только вот эти люди начали подходить с этими канистрами, и уже начали, они открыли, начали уже, хотели обливать, говорит, смотрит этот мужик, говорит, смотрит, кричит, какая-то едет машина, такая легковая, военная, немецкая машина, выходит с этой машины, только остановился, пыль здоровенная, выскакивает какой-то военный офицер, начал что-то кричать этим по-немецки, там этим людям что-то начал говорить, и солдатам, они, говорит, остановились, отошли, открыли двери, и он своим этим ломным языком говорит, идите, уходите, и они, говорит, все пошли, это человек, который смотрел этот, говорит, ты знаешь, говорит, Инна, ну ее по имени, говорит, тебя Бог услышал, и ради тебя он нас всех спас, и она, говорит, я в этот же день покаялась, и с того дня я служу Богу, я ему, говорит, отдала всю жизнь, я отдала, говорит, когда, ну, вот это все, что у меня было, говорит, все я отдала, говорит, я жду, когда Господь за мной придет, когда, говорит, это была тьма, я, говорит, воззвала к Нему, все, ну, сами понимаете, что там, историю вы знаете доброе, что было, и говорит, Господь услышал меня, и так дал, они, говорит, мы, говорит, помолились с нею, с этой сестрой, она, говорит, я уже жду Господа, когда Он за мной придет, потому что уже все, Он должен за мной скоро прийти, говорит, мы с ней помолились, мы, говорит, уехали, и прошло несколько недель, и мы, говорит, услышали, что она отошла к Господу, говорит, спокойно, в мире, в хорошем, то до сего, слава нашему Господу, вы знаете, братья и сестры, допоможет нам Господь, чтобы в этих разных ситуациях, в этой тьме, то, что происходит сейчас даже, нам делать упование на нашего Господа, вы согласны за мной, или нет, братья и сестры, будем это держаться, будем это делать, допоможет нам Господь, и Господь нам ответит, Он нас никогда не подведет, правда, Он никогда никого не подводил, Он никого не обманывал, правда, и все, кто, дети Божие, они всегда счастливые, правда, может, они не будут богатые, не все, там много денег, но счастливые будут, вы согласны за мной, братья и сестры, правда, допоможет нам Господь, давайте встанем на наши колени, призовем имя Господня, поблагодарим Его, да укрепи ту нашу веру, пусть им будет за все слава, аминь, молимся. Великое Твое Святое Имя, Господь, за этот час вечерний благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя, что Ты собрал нас на это место, Господи, аллилуйя Тебе, благодарность Тебе, слава, 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 слава живому Богу, Господи, приготовь нас, Господи, аллилуйя Тебе, честь Тебе, поклонение, Отец, жизни мы будем вспоминать, Господи, Твои страдания, Господи, Твои муки, слава Тебе, Господь, просим и молим Тебя, приготовь наши сердца, дай нам, Господи, с дерзновением, Господи, Помнить, Господи, то, что Ты сделал для нас. Дай нам, Господи, участвовать в Твоих страданиях, Господи, воспоминаниях. Господи, Аллилуйя Тебе! Благодарность Тебе, честь Тебе и поклонение. Благослови детей, благослови наши семьи, Господи. Благослови наших деток, у кого внуки есть, у кого правнуки. Господи, благослови и защити, ибо Твоя рука сильная, Господи. Ты сказал, что никто не похитит из Твоей руки. Господи, Аллилуйя Тебе, слава Тебе и благодарность Тебе, Господи, ибо Ты велик, великое Твое Святое имя, Господь, Ты благ, Ты, Господи, питаешь нас, согреваешь нас, Господь, Аллилуйя Тебе, слава Тебе и благодарность Тебе, будь прославлен, будь возвеличен, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой вовеки. Аминь. Христианин, неси огонь чудесный слой, Который дал Тебе, Христос, Он умер на кресте, пожертвовал собой, Огонь любви Он всем принес. Гори огонь, всегда гори, Воспламеняй с Тобой холодные сердца И новый мир прекрасной озари, Которым ровность без концов. Которым ровность без концов. Гори огонь, всегда гори, Воспламеняй с Тобой холодные сердца Согрей его и обогреть, Скажи, что не покинет его вечный Бог, Засветит солнце впереди, Гори огонь, всегда гори, Воспламеняй с Тобой холодные сердца И новый мир прекрасной озари, Которым ровность без концов. Которым ровность без концов. А если путник вдруг свернет с того пути, Который к радости ведет, То ты в его груди огонь любви зажги, Согрей его и обогреть, Чтоб и озок тот путь найти, Гори огонь, всегда гори, Воспламеняй с Тобой холодные сердца И новый мир прекрасной озари, Которым радость без концов. Которым радость без концов. Гори огонь, И если станет очень тяжело Тебе, Суровый мир красной озари, И если станет очень тяжело Тебе, И если станет очень тяжело Тебе, И новый мир прекрасной озари, Которым радость без концов. Которым радость без концов. У нас будет воскресенье важное служение, Важное для нас, для каждого. И мы сегодня об этом говорим, Сегодня напоминаем друг другу, Чтобы мы к этому как-то, знаете, Были приготовлены. Написано, чтобы человек верующий, Чтобы он был приготовлен ко всякому доброму делу. И вот это доброе дело, которое Бог нам, Он заповедал, чтобы мы делали это. Вот. То мы к этому готовим себя, Проверяем себя. И чтобы нам быть участниками в трапезе Господней. Быть участниками в вечере Господней. Когда-то апостол Петр пришел в дом Корнилия. В дом Корнилия, и Корнилия ему говорит, Вот мы сегодня пред Господом, И то, что тебе дано от Господа, скажи нам. И он встал и сказал, говорит, Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, Но во всяком народе боящийся Его, И поступающий по правде приятен Его. Слава Богу. Слава нашему Господу. Вот иногда мы, Иногда мы хочем, знаете, Вот как-то услышать какое-то Одобрительное такое слово, Вот, например, от начальствующих, да. Вот, где мы трудимся там. И хорошо, да, бывают такие моменты, Когда мы это слышим, и нам приятно, правда. А здесь так Петр говорит, Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, Во всяком народе боящийся Его, Поступающий по правде приятен. И мы тоже же это слышим, и нам. Тоже, знаете, если мы к этому стараемся, И как-то стараемся ходить пред Господом, И нам приятно, значит, мы приятны Богу. Значит, Бог на нас как-то смотрит Каким-то одобрительным взглядом. Знаете, когда мы действительно боимся. Если мы не боимся, то мы как-то, знаете, Вот, помните, когда Бог сказал, Если ты, говорит, делаешь доброе, То не поднимаешь ли лица своего. А если не делаешь доброе, То грех у дверей лежит. Он влечет тебя, но ты Господствуй над ним. То есть, когда вот что-нибудь у человека есть такое, Ему как-то вроде бы, и он может и взгляд, так, знаете, Как-то, ну, прятать от кого-то. То, конечно, пускай Господь благословит нас, Чтобы нам быть боящимися, боящимися, И поступающим по правде. Поступающим по правде те люди приятны. Я хотел, ввиду нашего служения, Как вот уже и братья говорили, И я тоже немножко хотел сказать, Чтобы мы, как бы, проверяли себя. Вот, ну, на основании Слова Божьего, Проверяли себя. Вот, написано, когда Иисус Христос с учениками, Они были на вечере, Когда они были на вечере, То он сказал им, Говорит, кто, говорит, больше, Возлежащий или служащий? Они говорят, ну, конечно же, возлежащий. А я, говорит, между вами, как служащий. И вот, какое-то время Иисус Христос, Он показал, Он как бы, Он им послужил. И даже написано, вот, в 13 главе, И Иоанн говорит, что Он делом показал, Делом показал, что возлюбивших своих До конца возлюбил их. До конца возлюбил. Вот, во время вечери, Он написано, что Он показал делом. Он там уже так, Он влил воды в умывальницу, Взял полотенце, припоясался, умыл им ноги. И Он говорит, что Он показал делом, Что возлюбив своих до конца возлюбил их. И Он примером как бы показывал, Чтобы мы тоже могли последовать этому примеру. Он говорит, если Вы называете Меня Господом и Учителем, Правильно говорите, ибо Я точно то. Но если Я Учитель и Господь омыл Вам ноги, То и Вы тоже так же делайте. То есть, Он не только за ноги это касается, За то служение, которое Он совершил. А это касается, я думаю, что Даже в некоторых местах написано, Что если кто хочет быть большим, Кто хочет быть большим, да? Нам всем хочется быть большими, правда же. Но Он говорит, будь меньшим. И тогда тебе всякий, говорит, возвышающий себя, Унижен будет. А унижающий себя возвысится. Тут как-то вот в мире в этом, да? Если кто там, знаете, там, ну, Как власть имеющий там, Или как начальник какой-то, Или как, ну, что-то такое, ну, такое, То, и тот и больше, кажется, да? Вот ему и слово предоставляют как-то, Вот и где-то Он может сказать там в народе, В обществе. А между вами, Христос говорит, Между вами так не будет. А если кто хочет быть большим, То будь меньшим. И вот, знаете, я так думаю, Что это, это Бог говорил, Знаете, Он открывал свою природу. Вот кто Он? Вот кто Он? Он говорит, кто больше, кто? Возлежащий или служащий? А я между вами, как возлежащий. А ведь это же Сын Божий. Это же Господь. И Он такой, понимаете, Вот Он говорит, а у меня вот такая природа. Я, говорит, пришел послужить. Не чтобы мне послужили, А чтобы я послужил. И вот, друзья, если мы хотим, Чтобы возрасти, Вот, знаете, возрасти, как бы, Как вот даже мы Псалом сейчас вот пели, Что христианин, Неси огонь чудесный свой, да? Который дал тебе Господь. Это Господь нам дал, друзья. Это же Господь нам подарил вот такую жизнь. Вот такую, вот такую свободу. Вот, чтобы мы могли служить друг другу. Это слава нашему Господу. Друзья, мы имеем такие, такие привилегии. Вот я прочитаю еще к филиппийцам. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, Но уничижил себя. Это написано филиппийцам 2 глава 6 стишка. Но уничижил себя самого, Приняв образ раба, Сделавшись подобным человеком, И по виду став как человек, Смирил себя, Быв послушный, Даже до смерти, Смерти крестной. Посему и Бог превознес его, И дал ему имя выше всякого имени, Дабы пред именем Иисуса Преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, И всякий язык исповедал, Что Господь Иисус Христос В славу Богу Отца. Вот, друзья мои, Вон написано, Хотя он Сын Божий, Да, но не почитал хищением быть равным Богу, Смирил себя, Быв послушный даже до смерти, И смерти крестной. И написано, И Бог его превознес, И Бог его превознес. А вот еще к евреям написано, К евреям в 5 главе, Тут написано так, Так и Христос не сам себе присвоил славу, Быть первосвященником, Но тот, кто сказал ему, Ты сын мой, я ныне родил тебя, Как и в другом месте говорит, Ты священник вовек по чину мелхиседека. Он в одни плоти Своей С сильным воплем и со слезами Принес молитвы и моления Могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Вот смотрите, Сам Иисус Христос, да, Сын Божий, Написано, что Он, Что Он с великим воплем, Со слезами принес Молитвы и моления Могущего спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. И вот, друзья мои, Он, знаете, Хотя Он сын Божий, да, Но Он выходил вот так вот ночами, Днем Он учил народ, А ночью уходил на горы куда-то, да, И там проводил время В молитве к Господу, К Отцу Своему. И вот Он, знаете, И Он так хочет, Чтобы мы тоже так же, знаете, Смирялись пред Ним. Вот сегодня мы слышали Шестой главы от Иоанна, Шестой главы от Иоанна, Там брат говорил за то, Чтобы, ну, Кто будет есть плоть Сына Человеческого И пить кровь, Тот будет иметь жизнь вечную. И я, говорит, воскрешу Его В последний день. А я тут немножко хотел прочитать Ниже чуть-чуть. Это 57 стишок. Написано, Как послал Меня живый Отец, И я живу Отцом, Так идущий Меня жить будет Мною. Как послал Меня живый Отец, Послал Меня живый Отец, И я живу Отцом. Бог дал Ему жить Отцом. Дал Бог Иисусу Христу Иметь ту поддержку. Поддержку. Он жил Отцом. Он на горы уходил для того, Чтобы там помолиться. Он даже говорил И среди народа, Он говорил, Я сам от себя ничего не делаю. Вот то, что слышу от Отца, То и делаю. Что Отец делает, То и Сын может делать. Понимаете? И Он говорит, Как я имел такую поддержку От Отца моего, Так, говорит, Идущий Меня, говорит, Будет иметь ту же поддержку. Христос обещает нам, Что Он даст поддержку. Даст нам духовную поддержку. То есть Он будет сопровождать нас, Если мы смиряемся, умоляемся. Вот не просто же так Ангел пришел Господень к, Как я в 10 главе прочитал, К Корнилию. Он говорит, Милостыни твои, Молитвы твои, Ну, как бы, Пришли на память пред Богом. То есть Он проводил в молитвах. Это был язычник. Язычник. Но он, понимаете, Он хотел как-то Господу Дать что-то лучшее Со своей жизнью. Вот он отдавал, Делал доброе что-то. Он милостыни творил. Он молился Господу. Со всем домом написано своим. И вдруг, Когда он так делал, И он видит ангела Господня. Ангел пришел и говорит. Вот дает ему такое, Чтобы он призвал Петра. И он скажет тебе слово, Которым спасешься ты и весь дом твой. И пришло спасение дому тому. И родственникам, и всем. Знаете, которые были собраны там. И пришло спасение. Когда Петр еще продолжал написанную речь. Дух Святой сошел на всех слушающих. Дух Святой сошел. Они, друзья, исполнились Духа Святого. Господь обильно благословил. И по той простой причине, Что Корнилий искал Его. Корнилий хотел Его. Ждал Его. Друзья мои. Писание говорит, чтобы мы тоже так же ждали. Мы тоже так же хотели Его. Сильно хотели. Чтобы Он, знаете, Он говорит, если кто жаждет, Говорит, Он будет пить. Он напьется. Он увидит Господа. Это, друзья, это Божье обетование нам. Что мы увидим Его. И вот, друзья, Он послужил. Он послужил. И пускай Бог даст нам тоже так же, Как бы, такое желание, знаете, послужить. Кому-то послужить. Где-то послужить. В церкви послужить. Знаете, где мы есть. Пусть Бог поможет и благословит нас, Чтобы у нас была также Божья природа. Мы иногда хотим, чтобы, знаете, Чтобы у нас была радость. Вот как есть плоды. Апостол Павел говорит Галатам, Что плоды Духа, любовь, радость, мир, Долготерпение, благость, милосердие, Вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но эти плоды, прекрасные плоды, Смотрите, плод Духа, любовь, радость, мир. Вот кто бы не хотел вот этого иметь, Правда же? Ну, хочется иметь и радость иметь, И мир хотелось бы в сердце иметь, Чтобы не раздражаться, знаете, Чтобы и любовь была, и мир, и вот как-то вот. Да? А это же плоды Духа. Это же плоды Духа. Когда мы, друзья, когда мы молимся, Когда мы прибегаем к Господу, Когда мы исполняемся Духом Святым, И эта природа приходит к нам. Это вот эти, понимаете, вот эти плоды, Они тогда становятся нашими. Вот когда хорошо так помолимся, Мы, наверное, каждый из нас переживал это. Так хорошо поисполняемся Духом Святым, да? Кажется, вокруг никого, Плохих людей нет вокруг нас. Кажется, все хорошие. Правда же, да? И вот, кажется, все хорошо. Вчера были столько проблем, Столько вопросов было. А сегодня и вопросы задавать не хочется. Потому что, потому что ты сблизился с Господом. Потому что ты почувствовал Божье присутствие в своей жизни. И кажется, вот как Давид, он тоже иногда говорил, Господи, что есть Господь, и ничего не хочу на земле. Ничего не хочу. Иногда нам много чего-то хочется, знаете, Когда мы просто хочем развиваться в жизни. Но когда мы приближаемся к Господу, кажется, Да наше оно надо. Да все же оно вот это проходящее. Вот с Господом хорошо. И вот даже апостолы, когда Иоанн, Иаков, Петр, Когда они побыли на горе Преображения, И они говорят, Иисус, хорошо нам здесь быть. Сделаем трекущий. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Он себя уже не видел. Он не видел ни Иоанна, не видел ни Якова. Он видел только Иисуса Христа, знаете. И он говорит, Господи, хорошо нам здесь быть. Давай здесь будем. Давай здесь будем. Понимаете, вот когда мы заходим на тот фавор, Заходим в Божье присутствие, друзья. Хорошо бы это было почаще у нас в нашей жизни. Почаще, знаете. И тогда как-то и жизнь веселей. И тогда как-то и легче. Вот, конечно, те люди, которые принимали водное крещение, Это же не на легкую жизнь соглашались. Это же борьба. Вот как вот Юра говорил, что и борьба, и откуда что берется. Это же борьба. Это в жизни не всегда так все просто. Но иногда, друзья, надо выстоять. Иногда надо, может быть, побольше помолиться. Может быть, в посте побыть. Друзья, иногда, знаете, бывает, бывало такое у меня в жизни, Что вот какая-то тьма, вот такие мысли какие-то неправильные, Что-то вот как-то, думаю, все, завтра не ем. Завтра есть не буду. И, знаете, и не ем. И в посте, и говорю, Господи, видишь, тьма какая-то, тьма. Давит что-то, что-то не так, что-то как-то неправильно. И вот так попастишься, а потом, знаете, а вечером смотришь, радость пришла. Победа пришла, Бог пришел. Друзья мои, и это прекрасно. Вот так надо держаться, так надо стремиться, искать. Истинно опознаю, что Бог не лицеприятный. Но во всяком народе, боящийся, поступающий по правде. Друзья, чтобы у нас такое было желание, знаете, победить. Устоять, пройти, знаете, чтобы... Пусть Бог благословит каждого из нас, друзья. Давайте мы еще помолимся Господу, знаете, так вот помолимся за это служение, которое будет у нас в воскресенье. Чтобы Господь приготовил наших братьев, сестер. Чтобы нам самим себя, вот просто так, знаете, как-то посмотреть в жизни побольше. Чтобы так, знаете... Может где-то попросить прощения у кого-то так, знаете. И примириться, может с кем-то помолиться побольше, знаете. Чтобы унизиться, знаете. Вот это вот будет правильно. И чтобы подойти к этому служению, так, знаете, с благоговением, так вот. Чтобы радость Божия, знаете. Чтобы мы могли вспомнить, действительно, вот эти страдания. Вот это... Говорит, посмотрите, какую любовь дал нам Отец. Чтобы нам называться и быть детьми. Вот дал нам, понимаете. Он не свои интересы защищал. Не свои интересы, ходя по земле. Он нас защищал, друзья. Он нас защищал. Он шел ради нас на эти страдания, на эти побои, на эти оплевания. На то, чтобы ему терновый куст повесили, друзья, на голову, друзья. Положили. Палкой били. Вот так вот, друзья. Ради нас. Пусть Бог благословит, друзья, чтобы у нас было также желание, чтобы сделать что-то доброе. Хороший. Аминь.